Вчера встречался с парой, которая находится в поиске ведущего на свадьбу. Если вы не в курсе свадьбы, это то, благодаря чему я существую примерно 5 месяцев в году. И в процессе обсуждения невеста, среди прочего, спросила меня о том, какой была самая крутая фото-зона на моих свадьбах. Я подзавис примерно на минуту. В итоге я так ничего не вспомнил, но сказал, что подумал и скину ей лучшие варианты. До этого такая же ситуация возникла, когда меня спросили о самом крутом развлечении на фуршете, которое было на моих свадьбах. Что наводит меня на мысль о том, что ведущий я паршивенький. Но вместо того, чтобы сесть, вспомнить самые крутые идеи, зафиксировать их и больше не попадать в такие ситуации, а быть полезным людям, я решил рассказать о том, что я вспоминаю, когда меня спрашивают о самых крутых свадебных моментах. Первое, что всегда всплывает в памяти. Прошлое лето, церемония. А жених и невеста произносят клятвы. Начинает Денис, жених. Говорит невероятно красивые вещи, у девушек слезятся глаза, я уже давно реву, валяюсь рядом. Он заканчивает все, что хотел сказать, но понимает, что нужно поставить какую-то точку. Он смотрит по сторонам. Секунд пять, полная тишина. Потом он переводит взгляд на невесту. Раунд! И отдает ей микрофон. Па-а-ач! Была там фотозона, не было фотозоны, я вообще не помню. Это была, наверное, самая первая свадьба, которую я провел в Москве, лет, может быть, пять назад. Самое начало праздника. Я хожу, общаюсь с гостями, грубо говоря, подошел там к какому-то человеку, спросил, как вам сегодняшняя погода, он мне ответил, мол, облака и солнышко, все хорошо, и тут невеста начинает очень громко плакать, встает из-за стола и уходит. Я вообще потерялся, я думаю, что не так происходит вообще. Подняли за что-то бокалы, выхожу к ней, говорю, что случилось, я сделал что-то не так, я как-то тебя обидел, мы как-то расстроили тебя. Все в порядке, не обращай внимания, я и так долбанута, тут еще беременна, гормоны, сейчас порыдаю немного и вернусь, я больше вообще ничего не помню с той свадьбы. Прошлое лето, Гадель, жених, решил немного рассказать о гостях, вот это мой брат, это мой братишка, я спрашиваю, служи, а какая разница между братом и братишкой? Тут встает папа Малике невесты, он говорит, служи, ну вот брат, это его родной брат, а братишка, ну вот мы с тобой братишки. По-моему на фуршете мы тогда не развлекались вообще, но учитывая, что теперь в Ташкенте у меня есть братишка, мне вообще все равно. Сначала я подумал, что с яблоком это будет выглядеть более естественно, но теперь просто захотел его съесть. Субтитры сделал DimaTorzok Совсем недавно была свадьба, провожу игру с женихом и невестой, где они должны одинаково ответить на одни и те же вопросы. Спрашивал Машу, чего боится Миша? Ну, наверное, каких-то больших насекомых, там, типа здоровых комаров. Спрашивал Миша, чего ты боишься? Я боюсь, что исчезнет хип-хоп. До конца свадьбы я ходил и думал только об этом. Мама невесты. Интеллигентная женщина, у нее свой бизнес. При этом она прям вот мама-мама, которая все хотела меня накормить, в гости приглашала. Свадьба заканчивается, она уже собирается, подходит ко мне. Знаешь, свадьба получилась пиздатая. Во-первых, очень приятно, что ей понравилось. Во-вторых, лично я позволяю себе мат, только когда понимаю, что рядом человек, который воспримет меня правильно, человек, с которым мы на одной волне. И очень приятно, что в тот момент для мамы я стал таким человеком. Вообще, насколько я помню, родители только два раза использовали нецензурную брань в общении со мной. Второй раз это был папа. Ну, папа уже был неплохо припитый. Он подошел ко мне и начал наш диалог с фразой «Ну, пиздобол ты, конечно, неплохой. Но вот мой товарищ там, Колька, вот он, конечно, выше тебя на пару голов. Но ты неплохой». И, наверное, минут пять он меня то нахваливал, то снова опускал ниже своего Кольки. Прикольно. Но вообще, если говорить об идеях, которые мне понравились, я первым делом вспоминаю свадьбу моего друга Павла Малыгина, который снял большое количество видео для этого канала. У них была свадьба на Байкале, и букет и подвязку они кидали с пирса в Байкал. И мы, соответственно, прыгали за ними в воду. Было очень круто. Еще одна идея, которая грела мне душу несколько месяцев в этом году, была у меня пара Сережа с Олей, которые сказали, что мы хотим, чтобы на нашей церемонии все гости сидели в резиновых масках голубей. Ну, они, к сожалению, не реализовали это. Блин, это было бы так круто. Я бы так хотел на это посмотреть. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кстати, на канал можно подписаться. Каждую неделю выходят новые видео, не свадебные. На следующей неделе я постараюсь, но, скорее всего, видео не будет, потому что много корпоратов предновогодка. Ну, а потом, да, мыслишки есть. Все? Сейк! 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 Сейк!